Добрый день, дорогие друзья! С вами пастор Антон из Нью-Йорка, самым лучшим людям. Привет! Привет из Америки! Друзья, и сегодня мы будем говорить, что нам дает церковь. Я сегодня хочу сказать, что мне дала церковь и что мне она дает, друзья. 13 лет назад, после двухнедельного запоя, меня друг привел в церковь. Что первое я ощутил? Это новые люди, это человек, который говорит и любит тебя безусловно, это пастор, потому что приходят люди с различными проблемами. Друзья, в церковь 99% людей приходят с душевными ранами после разводов или от болезни, или с зависимости. Знаете, от хорошей жизни почему-то никто в церковь не приходит, потому что последнее это за Богом. Человек интуитивно понимает, что там будет освобождение. Друзья, за меня пастор помолился. И моя больше чем 20 лет зависимость от алкоголя, сигарет, а в Америке еще прибавилась и громания, и наркотики, вот так вот в одну секунду просто отошло. Я через несколько дней не понимал, почему у меня радость, почему мне хочется всем говорить, почему мне хочется дарить книги и рекомендовать те книги, которые в церкви, потому что я за поем начал читать эти духовные книги. Друзья, и самое интересное, я все ждал, когда же радость закончится, и когда я захочу опять выпить. Но, друзья, 13-й год, и я не хочу ни выпить, ни закурить, ни поставить ставку, потому что я был такой игроман, я проиграл очень много денег, главное, здоровье свое на тот момент. Но Господь меня восстановил. Одна молитва, и у меня это было одним щелчком. Я знаю, что не у каждого так происходит, потому что когда одним щелчком, это чудо Господне. Но человек все равно исцеляется, если за него молится. И если он хочет, самое главное, хотеть. Поэтому, первое, в церкви я избавился от зависимости. В церкви я начал познавать, кто такой Бог. В церкви я начал познавать, какие отношения должны быть в семье, кто такая женщина, кто такой мужчина. В церкви я начал понимать, как строить свои отношения с людьми, как возрастать в Господе. В церкви я стал помощником пастора. В церкви я стал пастором церкви. И меня Бог отправил в Нью-Йорк. Ни человек, ни мой пастор, никто. Мне Бог дал откровение. Моей жене Бог дал откровение. И мы семь лет назад приехали в Нью-Йорк. Мне говорили, ты что, нашел работу? Ты же понимаешь, что там такие цены, там столько стоит рент. Все думали, что я что-то нашел. А я нашел Бога, который мне сказал, чтобы я ехал в Нью-Йорк и открывал церковь. Друзья, да, были проблемы. Были вызовы с деньгами. И я ни разу не пожалел, что я приехал. Хотя мне до Филадофии можно было сесть на машину. Через полтора часа я бы опять был дома, там, где у мамы трехкомнатная квартира. И ни за что не надо было платить. Но я знал, что куда Бог посылает, Он и обеспечивает. И слава Богу, сейчас у нас, я не скажу, что большая, но не маленькая церковь. Да, мы сегодня собираемся по телефону. Мы сегодня молимся по телефону, потому что нельзя собираться больше 10 человек. Но, друзья, я не представляю свою жизнь без церкви. Если я еду к своим детям во Флориду, я обязательно беру своего внука, своих детей и иду в воскресенье в церковь. Где бы я ни был, я обязательно раз или два в неделю я буду в церкви. Я не знаю, как люди живут без церкви. В церкви приходит помазание, приходит откровение, приходит укрепление. Мудрость приходит. Друзья, без церкви вы никогда не состоитесь как человек. В церкви я стал художником, в церкви я стал писателем, в церкви я начал вести клуб «Всегда молодые». Это я служил пенсионером. В Филадельфии в этом клубе было около 90 человек, даже больше, чем в нашей церкви. И это не я собрал, это Господь так работал. В церкви ты смиряешь свое сердце, и Господь тебе начинает давать откровения. Он тебя начинает благословлять. Поэтому, друзья, найдите правильную церковь, правильного пастора, который горит, который жаждет. Вы увидите, как ваши вопросы будут решаться, как ваша жизнь изменится. На этом я сейчас заканчиваю. И я вам расскажу, у меня столько есть свидетельств. Мне Бог каждый день просто делает чудеса в моей жизни. И это в следующем видео я буду каждый раз говорить о своих свидетельствах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Люблю вас, обнимаю. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok